Иисус Христос 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 прославлял Бога, а потом ни с того ни с сего, как стал думать о той ответственности, которую Бог возлагает сегодня, говорить слово, делиться, пришло какое-то волнение, и сразу голова заболела. Но, слава Богу, сейчас все прошло. И, знаете, в такие времена, во времена волнения, тревог, человек порой становится замкнутым. Он может быть на грани паники из-за постоянных вот этих страхов, сомнений, забот. Зачастую такое бывало лично у меня в моей жизни до жизни с Христом. Когда я делал все сам, когда я полагался только на себя, когда я не знал Бога, когда я не знал, кому мне обратиться в своей жизни. Я часто проходил в своей жизни периоды вот такого вот волнения и таких вот тревог. Но сегодня я наблюдаю такую тенденцию, что порой и христианский мир, он не отличается. Наблюдаю, что порой люди веры, они так же впадают в эти заботы, в эту тревогу. И это настолько захлестывает жизнь верующих людей, как волна. Мы живем сегодня на море, нам просто вот это вот визуализировать для себя. Мы видим, как волны порой накрывают людей, когда есть шторм, когда купаются люди во время шторма. Так вот, порой такая волна тревог и сомнений накрывают людей. И люди погружаются в эту пучину тревог, волнений и забот. И я хотел бы прочитать вам, как означает в переводе с греческого слова, вот это слово «возлагать», что оно означает. Вы, наверное, знаете многие, да, что Библия в свое время была переведена на греческий язык, его еще называют перевод «семидесяти» или «септуагинды». Так вот, там слово «возлагать», оно звучит следующим образом. Швырять, бросать, метать, причем с большой силой, со всего размаха. И знаете, вот когда мы читаем это слово, все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас. Это наш русский синодальный перевод. Так вот, когда мы читаем слово «возложить», мы его принимаем буквально, да, и понимаем буквально. Ну, я могу даже вот продемонстрировать с вашего позволения. То есть, «возложить» — это значит положить. Вот я беру пижак, снимаю и просто кладу его. «Возложил» на кафедру. Но в переводе с греческого это слово означает «швырять», «бросать» с такой силой, что вернуть невозможно. Я не смогу достать этот пиджак, если мне его кто-либо не принесет. Так вот, заботы и тревоги нужно так отшвырнуть, что тебе это ничто не сможет принести обратно или никто. Хотя люди могут принести нам обратно, да, тревоги и заботы порой в нашу жизнь. И такое зачастую бывает. Но в переводе означает «отшвырни», отшвырни так, что достать не сможешь. Послушай, дорогой брат или сестра, я хочу сказать тебе сегодня, ты не должен. Ты не должен постоянно нести это бремя беспокойств, тревог и переживаний. Для нас, простых смертных людей, это слишком непосильная ноша. Это слишком тяжелый груз, и в конце концов мы можем сломаться. Более того, медицина доказывает, что большинство болезней вызывает стресс. Медики так доказывают, говорят, что большинство болезней в жизнь человека приходит именно из-за стрессов в его жизни. Я проходил период в своей жизни, когда я впал в такой стресс. Я первый раз полюбил человека, полюбил девушку, первый раз в жизни встречался с ней, это было в этом городе. И когда мы расстались, ну так сложилось, мы расстались, меня захлынула вот эта волна тревог, вот эта волна сомнений, забот, беспокойств, что я не знаю, каким-то образом во мне стали проявляться всякого рода болезни. Это началось с того, что у меня опухло одно колено, ни с того, ни с сего. Я ходил в церковь, я занимался служением, я почти никому об этом не рассказывал. Но сегодня я буду рассказывать об этом в прямом эфире. Я приходил в церковь, я тогда занимался служением в прославлении, я брал гитару, я хромать начал из-за того, что у меня очень сильно болело колено, под брюками было не видно. Потом прошло где-то неделя, другая, у меня второе колено стало опухать. Но я думал, пройдет, я там мазал йодом, знаете, йодовые сеточки делал, чтобы прошло это. Я переживал. Вторая нога стала опухать. Я стал делиться уже с людьми, что что-то со мной происходит, я не знаю. Молитесь за меня. Я помню, как за меня молились служители, пастыри. Приезжали гости, как пастырь выводил меня. Постоянно за меня молились с возложением рук. В общем, прошло какое-то время. Все это, конечно, ушло. Прошла одна опухоль, другая. Там из меня выкачивались жидкости из этих колен. У меня потом другая болезнь открылась. Было подозрение на рак кишки у меня. Но, тем не менее, все миновало, Бог исцелил. И знаете, я никогда не забуду, когда я общался с одним главврачом в нашем городе, он мне сказал такую вещь. Дима, это взрослый человек, пожилой, у него седая голова, он немало пожил, немало был в медицине. Он сказал такие слова. Дима, стресс для тебя – это такая роскошь, которую ты себе сегодня позволить не можешь. Я до сих пор запомнил эти слова. Они до сих пор отложились в моем сердце. Нервный срыв. Человек физически не способен долго находиться в стрессовой ситуации, в состоянии беспокойства и тревоги. У него происходит нервный срыв. Есть такой медицинский термин, называется нервный срыв. И люди порой срываются. И если уже долгое время вы болеете или находитесь в депрессии, то, скорее всего, это последствия стресса. Сегодня мы наблюдаем такую вещь, что весь мир из-за этого карантина, из-за этой пандемии, из-за этих неопределенностей, что будет нам завтра, что принесет нам завтрашний день, весь мир погрузили в эту стрессовую ситуацию. Люди находятся в стрессе. Люди переживают за себя, за свои семьи, за свое здоровье, за свой бизнес. И мы видим, что люди сегодня находятся в этой пучине. Но Дух Святой говорит тебе сегодня следующее. Я записал эти слова, я хочу, чтобы ты услышал сегодня. Твои плечи не такие уж и сильные, чтобы ты мог нести на них весь этот груз переживаний. В конце концов, ты рухнешь под его тяжестью. Поэтому позволь мне понести твою ношу. Сбрось ее с себя и закинь на мои плечи. Давай этот тяжелый груз понесу за тебя я. Слава Богу за то, что у нас есть такой Бог. За то, что у нас есть драгоценный Дух Святой, который может помочь понести нам эту ношу переживаний. Знаете, в моей жизни был период, когда я пребывал в местах лишения свободы. Так вот, я наблюдал там, как здоровые парни, здоровые, крепкие ребята, под метр девяносто, накачанные такие, знаешь, с улыбочками на лице, погружались в пучину стресса, и буквально за считанные месяцы умирали. Кто-то от туберкулеза, кто-то от пневмонии. Особенно это происходило после суда, когда им давали большие срока, когда их брошали жены с детьми, и они не знали, как они будут жить дальше. Здоровые ребята уходили из жизни буквально за месяцы, потому что погрузились в эту стрессовую ситуацию, и как бы им не помогали окружающие, они не могли из этого выйти. Возложи свое бремя на Господа и позволь Ему понести этот груз. И возникает вопрос, а какие заботы, какие именно проблемы нужно возложить на Него? И Слово Божие говорит нам следующее. Все заботы ваши возложите на Него. Это все, что вызывает в твоем сердце сегодня печаль. Это все, что создает трудности в твоей жизни, сложные ситуации, проблемы. Может быть, это с финансами. В семье. Может быть, это в личной жизни. Может быть, это проблемы с работой. О личной жизни я только что свидетельствовал о себе. Я знал одного парня также. Молодой парень, Коля его звали, помню. Всегда вместе были. И он ушел в 18 лет в армию. Он встречался с девушкой два года. И у них был план после армии жениться. Так вот, он ушел в армию. На тот момент еще два года служили люди. Не как сейчас по благодати один год наших властей. Так вот, за эти два года его девушка бросила, буквально, может быть, там через год, пока он был в армии. Он ушел в спецназ, представьте. Такие вот десантные воска там, хотел уйти потом в спецназ. В общем, писал письма. И когда он узнал, что его девушка бросила, он застрелился. Нашел там способ. И как-то из ружья нам потом рассказывали. Я до сих пор не могу представить, как это произошло. Как-то там из ружья, во время караула, пока никого не было, он застрелился и не пришел обратно. Вот эти вот времена стресса он не смог пройти. И порой вот личные раны, да, вот от личных взаимоотношений, они человеку даются вот тяжелее всего пройти. Все, что заставляет тебя беспокоиться, переживать, волноваться, возложи на плечи Иисуса Христа. Сегодня ты можешь говорить с Господом обо всем. Сегодня у нас есть такая возможность говорить с Господом обо всем. Можешь сказать про себя обо всем. Ты можешь говорить с Ним обо всем. Что сегодня тебя мучает, что сегодня тебя тревожит. И знаете, Иисус Христос, наш Спаситель, Он одержал победу на Голговском кресте 2000 лет назад. Когда Его распинали, Библия нам иллюстрирует так эти события, что завеса в храме, в Иерусалимском храме, она в момент Его распятия, когда Он испустил дух, разодралась сверху донизу. И это была завеса не из какого-то шелка или тюля, как у нас сегодня вешают на окна. Это был плотный материал. То есть это было сверхъестественно. Я хочу немного рассказать об этом, потому что в святое святых, то, что разделяло эту завесу, мог войти только первосвященник для того, чтобы получить слово от Господа. И если кто-либо другой заходил из людей в эту святое святых, был закон побить такого человека камнями, предать смерти. Но Иисус Христос, Он разрушил вот эту вот религиозную преграду. Он победил смерть. Завеса в храме разодралась. И сегодня каждый, благодаря Его смерти, благодаря Его воскрешению, может прийти к Нему и получить слово от Бога в свою жизнь, в жизнь своего служения, в жизнь своей семьи. И Иисус Христос дал нам такую возможность. Религия пала. Дух Божий открыт для каждого. Абсолютно для каждого сегодня человека. Благодаря жертве Иисуса Христа. Отдай Христу свои тревоги. Говори о трудностях с Духом Святым, который ты сегодня проходишь в своей жизни. Проси Его вмешаться в свою жизнь. Если ты сегодня потерял эту важную связь в жизни христианина, то начни строить эти взаимоотношения с Господом, с Духом Святым. Потому что одному идти сложно. В Библии есть такие слова. Возови ко мне, я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это местописание еще называют номером телефона или звонком Богу. Я помню одного брата, когда мы проходили реабилитацию. Брат отсидел там тоже какой-то срок. Там 20 лет был на игле. И прибежал с такими глазами, знаете, с полными слез. И он говорил такие слова. Бог ответил мне. Он только буквально, может быть, несколько недель был как в реабилитационном центре. Он говорит, Бог ответил мне. Я читал это местописание, говорит. И Бог стал говорить в мою жизнь. Я пережил присутствие Божие. Я готов идти за Ним до конца. Я никогда не забуду Его глаза. Полные слез. Я хочу сказать сегодня, что мне порой жалко верующих людей, которые сегодня настолько заняты собой, которые сегодня настолько заняты своими проблемами, своими семьями даже, своим бизнесом, что у них не хватает времени в течение дня для того, чтобы отделить время для общения с Богом. Мне жалко порой таких людей. Ты знаешь, что такое религия в моем понимании? Это чисто мое субъективное мнение. Религия в моем понимании – это первое, когда человек следует за Господом без любви к Богу и к людям, которые его окружают. И второе, самое главное, когда человек следует за Богом без Бога. А как это? А вот так вот. Когда ты идешь за Богом в своей жизни, без Бога, еще есть такая фраза «идти по плоти». То есть все делаю своими силами, без Бога. Строю бизнес своими силами, строю служение своими силами, учусь своими силами, строю личные взаимоотношения своими силами. Но я-то лучше знаю, кто мне нужен, зачем мне Богу сюда привлетать. Следует за Богом без Бога, строить семьи без Бога. И потом это вытекает в такие вещи, в такие впоследствия, что люди начинают на протяжении всей своей жизни заниматься таким, знаете, боксом, да, кто прав, кто виноват. На протяжении всей жизни выясняют, кто главнее, муж или жена. Следовать за Богом без Бога. Мне жалко таких людей, тех, кто не приглашает Духа Святого, для того, чтобы Он давал им мудрости, направлял их, давал им мудрости для того, чтобы сделать правильный выбор в жизни человека. Семья – это на всю жизнь. Послушай, дорогой брат и сестра, семья – это на всю жизнь. У верующего человека должно быть так и никак иначе. Раз и на всю жизнь. Сегодня смотришь, порой происходят такие вещи в христианском мире, у меня волосы дыбом встают, когда люди выясняют отношения, приходят на какие-то передачи, скандалят там, кто прав, кто виноват, разделяют имущество. Смотришь, и сердце обливается кровью. Потому что когда-то не пригласили Духа Святого в свою жизнь для того, чтобы Он дал им мудрости, какого человека выбрать, и есть ли в этом Его воля. Слова Иисуса Христа к людям. Я хочу процитировать их. Евангелие от Матфея, 11 глава. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё, благо, и бремя моё легко. Так говорит сам Христос. Кому прийти? Может быть, к психологам? Может быть, к экстрасенсам? Может быть, к маме и папе? Конечно, порой это может быть и уместно. Но Иисус говорит, придите ко Мне. Ко Мне придите, все труждающиеся, все обременённые. То, что сегодня обременяет твоё сердце, в чём ты сомневаешься, приди ко Мне, и ты найдёшь покой душам своим. Так говорит Его Слово, так говорит сам Христос. Приоритеты жизни верующего человека. Не раз говорю об этом в последнее время. Это Бог и спасение. Это Он на первом месте. Господь, помоги мне, направь меня, что мне сделать? Подскажи. Подскажи, Иисус Христос, подскажи, Дух Святой, как поступить? Правильный ли этот выбор или нет? Подскажи, Драгоценный Дух Святой, вот что сегодня должно звучать в жизни верующего человека, в молитве. Всё остальное, что перекрывает Бога и спасение в твоей жизни, Библия называет идолами. И это может быть семья, это может быть служение. Строим служение без Бога. Знаете, сегодня, в момент карантина, многие пасторы задумались или вспомнили о том, что церковь всё-таки принадлежит Иисусу Христу. Всё-таки церковь, она Христова. И Он глава этой церкви. И Он её созидает. Я недавно услышал такую фразу, и буду называть имя этого пастора, с мировым именем человек. Ни одну церковь насадил. Я, говорит, в момент карантина осознал, что всё-таки церковь, она принадлежит Христу, и слава Богу, говорит, за это. Порой пасторы могут впасть в такое обольщение, что церковь, она принадлежит Ему, или благодаря Его мудрости, может быть, авторитарности церковь созидается. Но церковь может созидаться только благодаря Христу, благодаря Духу Божьему. Любое другое созидание, оно распадётся рано или поздно. Перевод слова печётся, хочу также ещё зачитать. Слава Богу, знаете, когда в одном духе говоришь, сегодня брат стоял и зачитывал Псалом 39, он печётся, ты печёшься обо мне, избавитель мой. Слова псалмопевца, такие красивые слова. И апостол Пётр спустя века, представьте, опять употребляет это слово и говорит, что возложи, он печётся о тебе. То же самое слово. Так вот, в переводе с греческого это слово означает заботиться, опекать, интересоваться. И самое главное, мне это больше всего нравится, обращать пристальное внимание даже на мелочи. Апостол Пётр не зря употребил именно это слово. И я хочу сказать, что Христу не всё равно, что сегодня происходит в своей жизни, даже в мелочах. Ему не всё равно, если ты Его, если ты посвятил свою жизнь Ему, если ты следуешь сегодня Его призыву, Ему не всё равно, даже мелочи, которые происходят в твоей жизни. Недавно у меня была такая ситуация, что рано утром проснулся, думал, перепаркую машину, выбрасывал мусор, это 6.30 утра. Смотрю, все места заняты, а моя машина там стояла на отшибе. Ну, думаю, ну, куда припарковаться, точно бесполезно. До этого буквально молился, ходил с мусором, порой с мусором идёшь, и Господь, аллилуйя, пока жена с ребёнком спит. И шёл, и смотрю, ну, некуда здесь. Ждать бесполезно, все спят. И буквально смотрю, человек такой идёт передо мной, знаете, мужчины армянской национальности, садится прям вот на самую вот машину, которая стоит на самом лучшем месте и отъезжает. Я говорю, Бог, спасибо тебе, ты в мелочах сегодня в моей жизни. Вот знаете, порой важно замечать даже мелочи, которые происходят в твоей жизни, что Бог вот смотрит на желание твоего сердца и отвечает, а тебе приятно. Лично мне было приятно. Мне всегда приятно, когда Бог отвечает даже на мелочи, которые происходят в моей жизни. Никогда не думай, что Богу всё равно. Это ложь дьявола. Никогда не впадай в эту ложь, не принимай эту ложь. Господу важны даже мелочи, которые происходят сегодня в твоей жизни. Иисус интересуется абсолютно всем, что происходит сегодня у тебя. Я хочу сегодня с вами прочитать этот отрывок в новом свете. Возложите на Господа все свои тревоги, ибо он печется о вас. Сбрось в себя тяжкое бремя, трудности, сложности, которые проявились в результате каких-либо обстоятельств. И отдайте эти тревоги и заботу Господу. Позвольте понести Ему вашу ношу. Он интересуется абсолютно всем, что происходит в вашей жизни, и печется о вашем благополучии. Не тащи на себе, дорогой брат, дорогая сестра, не тащи на себе весь этот груз житейских забот. Иисус неустанно печется о тебе. И Дух Святой сегодня говорит в твое сердце, отдай свое бремя мне. Позволь мне понести эту ношу. Помочь тебе в этом. Позволь мне. И все, что сегодня тебе нужно, это прийти к Нему и попросить Его об этом, воззвать к Нему. Обратись к Господу сегодня. Вы тянете сегодня весь этот груз беспокой своей семье, работе, бизнесе, церкви. Может еще что-то. Но сегодня, знаете, мы находимся в такое время, что вопрос беспокойств и тревоги для жизни человека, это, наверное, вопрос риторический, потому что каждая часть проходит такие периоды. Каждый может впасть вот в эту тревогу, вот в эти беспокойства, потому что сегодня мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Сегодня обстоятельства, они неопределенные. Кто-то ждет второй какой-то волны вируса, кто-то не знает, как у него дальше будет бизнес строиться, что будет дальше с церковью. И я советую сегодня таким людям сказать Господу, Иисус, я отдаю тебе весь этот груз, тревог, заботы и беспокойства. Я возлагаю на тебя свое бремя и благодарю, что теперь я свободен от этого груза. Сегодня для церкви непростые времена. Сегодня церковь по всему миру, она проходит особое время, это время особого доверия Всевышнему, это время особого доверия и Иисуса Христу и Его Слову. Это время особого доверия. И церковь сегодня проходит вот эти времена, и пусть каждая церковь, каждый верующий человек сегодня укрепится в этом и стоит твердо на Его Слове, на Его обещаниях. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами встали, где бы вы там сейчас находитесь на своем месте и коротко помолились об этой ситуации, о том, что вы сегодня проходите в своей жизни, и я с вашего позволения хотел бы повести вас в этой молитве, я прошу вас, повторяйте за мной эти слова, просто сейчас закройте глаза, если вас что-то мешает или что-то отвлекает, и вот с открытым сердцем придите к Нему и скажите Ему от всего сердца следующее, Господь, благодарю тебя за то, что я узнал, и прямо сейчас я отдаю тебе все, что меня тревожит и заботит, спасибо, что я могу возложить на тебя то, с чем я не в силах сам совладать, я знаю, что ты очень любишь меня, и неустанно печешься обо мне, поэтому мне беспокоиться не о чем, и я молюсь тебе Отец обо всем этом в своей жизни во имя Иисуса Христа моего Господа и Спасителя Аминь И буквально еще пару слов хочу сказать вам, только пожалуйста не впадайте в крайности друзья, а то можно сделать такой вывод не совсем корректный из этого слова, что теперь все, могу ничего не делать, все, доверяю тебе, нет, есть ситуации в жизни, когда многое зависит от нас самих, но есть также ситуации, где мы ничего не сможем изменить, и вот именно такие ситуации мы должны отдавать Христу в своей жизни, приходить к Нему и говорить Бог, я отдаю тебе эту ситуацию, я всего лишь пенсионер, я не президент страны, я не могу ничего изменить, но я могу молиться тебе, я могу отдавать тебе, может быть я сегодня просто простой наемный рабочий, я не в силах изменить то, что происходит сегодня в моей компании, потому что я не владелец этой компании, но я могу молиться к тебе и взывать тебе, чтобы ты изменил, чтобы ты вмешался, недавно недавно смотрел в инстаграме такой ролик, который очень тронул мое сердце у пастора Артура Симоняна обращение Трампа и там буквально несколько минут он стоял и говорил такие слова, что я даю добро для того, чтобы открылись все церкви, все синагоги, все молитвенные дома, потому что говорил такие слова, что народ он сегодня американский, он нуждается в молитвах, что молитвы они нас объединяют, они дают нам силы проходить все трудности и он был за то, чтобы открылись все молитвенные дома там в Америке, это тронуло мое сердце, знаете, я не говорю сегодня, что наше правительство плохое, упаси Бог, но я вспомнил такое слово, слово из книги притч, 21 притча, это первый стих, и там есть такие слова, что сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда хочет он, туда и направляет его, то есть Бог направляет сердце царя, может быть кто-то ожидал, что тот сейчас выйдет за эту кафедру и начнет говорить какие-то новые введения о законе, но тот вышел и стал говорить президент о том, чтобы открылись молитвенные дома по всей стране, он призывал всех сенаторов открывать эти дома молитвы, никто не ожидал наверное такого послания, но кто-то молился и ожидал, кто-то стоял в молитве и верил, что Бог ответит, я хочу сегодня сказать, что мы как верующие люди, мы не должны сдаться, мы не должны ослабеть в молитве, потому что может быть ты не президент страны, может быть ты не занимаешь сегодня руководящую должность, но ты в силе изменять духовную атмосферу в том городе, где ты находишься, в той стране, друзья, у нас есть сила и власть в имени Иисуса Христа, Илья часто поет эту песню, есть сила в имени Иисуса, и мы сегодня как люди веры, мы не должны ослабеть в молитве, потому что у нас есть сила в имени Иисуса Христа все изменять, ему все подвластно, сердце царя написано в руке Господа, и он направляет он располагает, а нам как людям веры нужно стоять и молиться, не менять правительство, а менять духовную атмосферу, это то, что невидимо для глаз человека, но сегодня наверное глупый человек отрицает духовный мир, сегодня мы не живем в атеистические времена, как это было когда-то в нашей стране, сегодня только глупый отвергает, что духовный мир существует, миллион свидетельств в жизнях людей, и верующие люди, они имеют такую власть стоять в молитве и благословлять, благословлять правительство, благословлять то место, где находится, ситуации, и Бог в силе преобразить, потому что Бог отвечает, Бог направляет только тех, кто взывает к нему, Бог изменяет только для тех, кто приходит к нему, кто встает на колени и говорит, Бог, измени, я не в силах, у меня нет такой власти, но у тебя есть Иисус Христос, измени ты, вмешайся, измени, пусть придет благословение, благополучие, мы видим истории из Ветхого Завета, когда Бог менял из-за одного праведника, из-за нескольких праведников, времени мало, не буду приводить эти истории, но вы помните о праведнике Аврааме, об этом споре, да, может быть одного найдешь, Господь в том городе, и изменишь всю ситуацию, там 10, 9 начал торговаться, так вот Бог в силе изменить по нашим молитвам, по положению нашему сердцу, вот именно праведному, приноси Христу свои тревоги, молись, взывай, будь в этом постоянен, у нас сегодня в 22.00 по всей России есть молитва единства, мы молимся за нашу страну, как люди веры, мы благословляем правительство, печально, что в начале смотришь, в самом начале карантина, там в эфир выходило по несколько там сотен человек, сейчас смотришь 20-30, ослабевают люди в вере, в молитве, думают, все так поменяется, Господь благословит, а я буду спать, нет, Бог отвечает только тем, кто взывает, Бог приходит только в ту жизнь, чья жизнь посвящена Ему, я хотел бы закончить фразы Иисуса Христа, и Он говорит следующее, я не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить, в тот день вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам, Евангелие от Иоанна, 14 глава, не оставлю вас сиротами, знаете, сироты, это особые люди, и кто общался с сиротами, может быть, обращал внимание на то, что они немного отличаются по характеру, по поведению, потому что у них непростая судьба в жизни, многие из них, они имеют ожесточенные сердца на ту судьбу, которая им отведена, на то, что от них отвернулись все родные, кто-то может быть из них закомплексован, я имел общение с сиротами в своей жизни, благословляем всех тех, кто сегодня смотрел наш эфир, смотрите до конца нашу проповедь, слово Божье в Ютубе, пусть Бог благословит вас, Bill уме н